Двери плотно закрыты на замок. Жители гаражного кооператива не выходят на разговор, напуганные нежданными гостями. Представители городской администрации, Роспотребнадзора и Водоканала ищут тех, кто нарушает и игнорирует требования по подключению к центральной канализации. Председатель гаражно-строительного кооператива номер 27 утверждает, на его территории нарушений нет, о нарушителях не слышал. Жилого фонда в кооперативе нет и производственной базы тоже нет. Гаражный кооператив номер 27 на улице Альпийской создан в конце 70-х годов прошлого века. Всего здесь 500 объектов. Место для хранения автомобилей со временем приобрело новое назначение. Со слов старожилов, в 90-х над гаражами начали появляться пристройки в один, два, а то и все четыре этажа. Оконные занавески, белье на веревках, кондиционеры – все это свидетельствует о том, что здесь живут люди. И все условия для комфортной жизни созданы. И воду, и канализационный сток, и даже газ к гаражам уже подвели. Отвод, вот, ливневка, вы знаете, что это такое? Вот ливневка, она существует здесь, есть она такая. Увести воду вон, в речку вниз, больше ничего. Это превращается в жилой фонд, что ли, что это такое? Вот я вот не знаю, что это такое. Зачем они нам нужны? Это место для хранения автомобиля, и больше ничего здесь не должно быть. Недовольные такой трансформацией гаражного кооператива показывают канализационный сток. В дренажный колодец, рассчитанный на воду из рукомойника, подведены сразу несколько труб большого диаметра. Сточные воды при таком раскладе приобретают совсем иное значение. То, что должно попадать исключительно в центральную канализацию, течет прямо к морю. Нарушения тут же фиксируют и принимают меры. Воду перекрывают, трубы требуют демонтировать. Работа масштабная проходит по всей территории города. На сегодняшний день из более чем 12 тысяч объектов недвижимости, выявленных в 2015 году, осталось порядка 900 объектов, которые производят этот сброс. Это по всему городу. Что касается центрального района, на сегодняшний день осталось порядка 280 объектов недвижимости, которые до сих пор, скажем так, нарушают. До тех пор, пока владельцами такой недвижимости не будут соблюдены все технические требования, вода не появится. Тем временем проверки со стороны специальной комиссии продолжатся. Ежедневные рейды уже приносят результаты. Нарушителей становится все меньше, а город чище. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.